Ярко-красная лента – символ всемирной борьбы со СПИДом и ВИЧ-заболеваниями. Сегодня распространение инфекции является серьезной проблемой как для мирового здравоохранения, так и для каждой страны и ее регионов в отдельности. Согласно данным 2018 года, каждый день в Республике Коми выявляется один случай ВИЧ-инфекции. Просветить тех, кто мало знает, защитить тех, кто находится в группе риска, помочь тем, кто уже инфицирован. Акция начинает с первого и самого важного. Акция, посвященная Дню памяти жертв СПИДа, это одна из первых акций, которые были посвящены этой проблеме вообще. Акция нужна, потому что она еще раз обращает внимание людей на проблему, которая возникла почти 40 лет назад и казалась довольно легко преодолима. Но тем не менее, она до сих пор не решена. Она существует. Предупрежден, значит вооружен. Главная цель акции – увеличение числа людей, знающих свой ВИЧ-статус и мотивирование граждан из зоны риска пройти тестирование. Коми на 31 марта этого года, начиная с 1990 года, выявлено уже 4558 ВИЧ-инфицированных. Из них 3940 человек – жители Республики. Большинство проживают в Сыктывкаре, Ухте, Сосногорске, Воркуте и Усинске, а также в двух районах – Сыктывдинском и Вуктыльском. Люди, осознавая ту проблему, которая возникла, и те беды, которые несет вот эта вот, казалось бы, одна инфекция, ну, в общем-то, огромному сожалению, не изменила главных поведенческих мотивов, не искоренив в поведении своем повседневном, постоянном рискованное поведение. До сих пор вирус иммунодефицита является неизлечимой болезнью, но медицина не стоит на месте. Существующая на сегодня антиретровирусная терапия позволяет людям полноценно жить с этим диагнозом. Самое главное – не просто обнаружить болезнь, а сделать это как можно раньше. Для этого нужно обратиться в любую поликлинику. Кровь можно сдать людям, придя в поликлинику, обратившись либо в доврачебный кабинет, либо к своему участковому терапевту во все дни с 10 утра до часу дня. Также ежедневно проводится забор крови в центре СПИД. Обследование можно пройти анонимно, можно с паспортными данными по желанию пациента. Свой анализ, результат узнать можно на следующий день в СПИД-центре с предоставлением паспорта, либо у своего участкового терапевта, у которого вы сдавали анализ. Мы тоже решили не отставать и присоединиться к акции. Процедура обследования оказалась довольно простой, безболезненной, а главное – не заняла много времени. Знать свой ВИЧ-статус сегодня не только важно, но и престижно. Поэтому каждый может приехать в любую медицинскую организацию в республике и сдать анализ. Ксения Лосева, Иван Богомолов, телеканал Юрген, Сыктывкар.